Наш чудесный ритуал Рэйки завершился вот таким чудесным застольем. Девчата, да, чаепитием, конечно. Конечно, а в чем разница чаепития и застолья? Я думала, что чай за столом, но на самом деле, да, мы духовно наполнились, а теперь заземляемся и приводим в баланс нашу питу, душу и капху и, конечно же, все энергоцентры. Может быть, Людмила скажет, что происходит во время того, когда мы соединяемся с пищей вот такой материальной. После Рэйки медитации очень хочется, после Рэйки сессии очень хочется что-то вкусненькое съесть. Ну да, потому что наши эти три верхние чакры работают открытой боли и нам надо заземлиться после сеанса. Да, вот мы поэтому благословеленную пищу вкушаем. Между прочим, я всем рекомендую, прежде чем принимать пищу, любую пищу, ваш напиток или еда, благословите его, как вы можете, молитвой, которую вы знаете или просто от себя. Поблагодарите Бога за то, что он вам дал этот. Словами благодарности, да? Да, обязательно, потому что она тогда по-другому энергетически заряжена, потому что пройдя все процессы, кто его приготовил, кто вам его доставил, мы не знаем, какие энергии работают там. А так вы уже себе как бы немножечко обезопасили. Людмила, а через вот это видео благословится еда и пища? Да, ставлю сейчас знак, это самое дистанционный, пожалуйста. Отлично. Всем, всем, всем благ. Благодарю тебя. Пока-пока.